Девушки отдыхают Авторы сценария Йорк Хиллер, Рафаэль Рохас, Клаудио Санчес, Герардо Пинсон Оператор Пауло Пэрес, композитор Карлос Агуэра Режиссеры Луис Орхуэлла, Герман Форос Ради любви Глории Минуточку Привет! Робби! Как мило! Ты ждал меня? Я очень хотел тебя видеть Я немножко задержалась, приводила себя в порядок Я нравлюсь тебе? Очень! Но по правде говоря, еще больше ты мне нравишься без одежды Иди сюда, дорогая, здесь так хорошо! Не надо, Винстон, подожди Что ты такое, милая? Неужели я тебе не нравлюсь? Нет, нет, не в этом дело Ты мне очень нравишься Просто не хочется, чтобы все вышло, как в прошлый раз Давай подождем немного Нет, 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 не надо ничего ждать О чем ты говоришь? Иди сюда, милая Поцелуй меня Вот так, вот так, милая моя О боже, что за срам, извиди, сатана Доня Мальди, я вам все объясню Кто это? Это настоящая ведьма Ведьма? Так значит, я ведьма? О боже Бежим отсюда, господи Вон отсюда Бессовестные, ни стыда, ни совести Убирайтесь из моего дома Живо! Бежим, бежим отсюда Нечестивцы, срамники, нахалы, какой стыд Винстон, что это такое? Что ты себе позволяешь? Куда ты меня привел? Чтобы меня тут унижали и оскорбляли? Это же не твой дом Это не твоя машина Ты не работаешь в Селукоме Что это такое? Это женщина, хозяйка этого дома, да? Дорогая, дорогая, послушай Ты все неправильно поняла Я... Я почти тебя не обманул Как это почти? Я... Я шофер Пока еще Винстон, зачем было врать? Хотелось произвести на меня впечатление Стыдно, Винстон Ты никогда не перестанешь врать Ты врал прежде, будешь врать и впредь Милая, что мне оставалось делать? Вы, женщина, любите не мужчину, а то, что у него есть Ах так? Так значит, у тебя ничего нет Почему, милая? Не надо так сердиться Иди ко мне Вечер только начался Не подходи, Винстон Не трогай меня Малышка, что с тобой? Аманда, мы хотели провести эту ночь вместе Ты не можешь так бросить меня одного посреди улицы? Ты слышишь меня? Не могу Кто сказал, что не могу? Вернись, куколка Иди ко мне, милая Не бросай меня одного Давай, поговорим с тобой О, черт Черт, побери ключи, остались в спальне, о боже Этого мне только не хватало Спасибо вам большое Спасибо Не за что, Глория Борис, спасибо, что довез меня до дома Пожалуйста, не надо меня благодарить Ты для меня слишком много значишь Я бы не уснул, если бы не знал, что ты спокойно вернулась домой У нас в городе полно психов и маньяков С ними лучше не встречаться Это правда? Глория, мне не нравится, что ты так поздно заканчиваешь работать Нельзя договориться, чтобы уходить чуть раньше Думаю, нельзя Да, кажется, я тебя понимаю Это очень непросто продолжать работать Да, с ним непросто, но мы договорились, что будем просто работать вместе, придерживаясь самых строгих правил Да, 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 кажется, сегодня совещание прошло нормально Более-менее Извини, очень хочется спать Я сильно устала, завтра рано вставать Конечно, милая Иди отдыхай И ты тоже Она ничего мне не рассказывала Но я и так знал, что Эстебен Марин, пользуясь сложившимися обстоятельствами, делал все, чтобы вернуть ее Я никак не мог допустить, чтобы мои тщательно разработанные планы пошли прахом Нет, я должен был сделать все, чтобы приблизить день нашей свадьбы И в ту же самую ночь Мне страшно повезло Слава тебе, Господи Я наконец-то смог отделаться от Винстона Винстон, что ты там делаешь? Ты решил позагорать немного Что? Мама выгнала тебя из дома? Вообще-то да Погоди минуточку, я тебе все объясню Вышло так, что я был дома Все было хорошо Но тут в дверь позвонила девушка, я открыл Она на меня набросилась Честное слово, она просто с ума сошла Плохо бы мне пришлось, если бы не твоя милая матушка Только, боюсь, она неправильно все поняла Подумала, что я тихаря привел подругу Ты представляешь, какой ужас Винстон, мне очень жаль, но таким сказкам не поверит даже ребенок Что? Борис, ты это серьезно? Да, более чем серьезно Я вообще не привык спорить с мамой Слушай, родственник, ну так не надо Ты же не оставишь меня на улице, здесь холодно Я могу умереть от переохлаждения, наконец Ты? Это мало вероят Ну, неправда Тогда возьми машину Тейлора Не могу, ключи остались у тебя дома У твоей матери, я уверен на все сто Что она ни за что на свете мне их не отдаст Винстон, мне ужасно тебе жаль Но я ничем не могу тебе помочь Если решишь тут спать, советую прилечь в полисаднике Только аккуратнее Мамочка ненавидит тех, кто ломает ее цветы Нет, Марипас, у меня была непростая встреча с Эстебаном А потом мне сладко пришлось с Доном Сильвио и Лусией Так что выводы самые неблагоприятные Тебе не кажется, ты ревнуешь? Нет, ничего подобного Причем здесь ревность? Да Тогда в чем дело? Дело в том, что Эстебан предложил взять на эту должность Неопытную девчонку только потому, что она его подружка Но потом выяснилось, что она всего лишь его племянница И опыт у нее тоже был Так в чем же дело, Глория? Давай лучше сменим тему Я знаю, чего ты от меня ждешь Я жду от тебя только одного, Глория Ты скоро выходишь замуж, причем не за Эстебана Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь Да? Глория Да, да, уверена Я обязательно выйду за Бориса Все уже решено, Мари Пасс Мы с Эстебаном все обсудили Обратные дороги Нет Все обсудили? Да У нас теперь все будет по-новому И я тебе больше скажу Думаю, с сегодняшнего дня мы с Эстебаном станем хорошими друзьями Я так счастлива, когда думаю о своей жизни в Америке Я правильно поняла, что ты возьмешь меня с собой, когда разберешься с Элукомом? Естественно, как же иначе? Особенно мне нравится представлять наш дом, где вырастут наши дети Мы будем много путешествовать А Глория Вальбойна будет тут расплачиваться по всем нашим счетам Это точно, именно так я себе все и представляю Правда? Я спрашиваю просто так, чтобы иметь общее представление Когда мы поедем путешествовать? Сразу же не задерживаясь Честное слово Как только будет все готово и пройдет наша реклама Я уже переговорил с нашим покупателем Завтра начнем сокращать расходы, чтобы повысить доходность предприятия Придется уволить значительное количество служащих Ты собираешься их уволить? Я? Нет Глория Все будут думать на нее Винстон Винстон! Винстон! Винстон, что ты себе позволяешь? Зачем ты тут разлегся? Что подумают мои соседи? Как это что? Ничего? Ну и бездушная семейка Оставили меня околевать на улице от холода и голода Мама мне все рассказала, Винстон Какое бесстыдство! Как ты смел привезти девицу легкого поведения к нам домой? Слушай, я мог бы тебя попросить об одолжении Разреши мне быстренько принять душ, понимаешь? Мне прямо сейчас надо ехать к Роберту Я же не могу появиться перед ним в таком виде Но ты посуди сам в конце-то концов Знаешь, я отвечу тебе словами твоей сестрицы Научись отвечать за свои поступки сам А ты куда сам едешь сейчас, а? Тебя это не касается, Винстон Может, это тебе поможет Тут рядом полицейский участок Пойди и заяви, что на тебя напали Может, они пустят тебя в душ С заключенными Борис, конечно, псих Но он был прав Я должен был сам отвечать за свои поступки Конечно, лучше было бы вообще не попадать В такую глупую ситуацию Тем более с этим психопатом Но кому суждено быть повешенным Не утонет В тот день я снова доказал, что мы Вильбуэна Не пасуем перед трудностями Я сделал то, что должен был сделать Вильбуэна 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 Ключи Давай, Вильбуэна Давай, Вильбуэна Как в армии Давай Ползком Марш Рамона Что мне делит с Винстона? Он даже не позвонил предупредить Куда мог подеваться этот мальчишка Вильбуэна Осквернил Осквернил мой дом Осквернил 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 Как это Винстон Осквернил 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 Мне об этом давно говорили Кто? То есть Я сама так давно думаю Может я в чем-то ошибаюсь Если так Я прошу меня Извинить Глория Ну что вы, это я должна просить у вас прощения Мне так перед вами неловко, так стыдно за Винстона Как он мог так поступить? Тем более, у вас дома Еще раз прошу нас простить Мне ничего не оставалось, как выгнать его вон Глория должна предупредить, если он вернется, я его на порог не пущу Пусть не надеется Еще раз прошу простить нас Не волнуйся, милая, дело не в тебе Проблема в твоем брате До свидания Ничего себе Ненормальная мать психованного сына считает меня сумасшедшим Я был расстроен Но расстроился еще больше, когда выяснилось, что все это организовал сам Борис Не хватало еще страдать из-за этого психопата Воспользовавшись тем, что Донни Магдалена пошла в ванную, я попытался добраться до ключей, чтобы забрать машину Тейлора А мне, как всегда, не повезло Чего еще я мог ожидать Нахау бесстыдник, ты подглядывал за мной Срамник ты этакий, вон из моего дома, вон отсюда, убирайся Синьора Магдалена, как вы могли обо мне такое подумать, даже в кошмарном сне мне не привидится такое Совсем обнаглел Вон из приличного дома И с чего удумал Бесстыдник Но, синьора Магдалена Вон отсюда, пошел вон Синьора Магдалена, я вам все объясню Что ты можешь мне объяснить, наглец, бессовестный? Я с такими, как ты, не разговариваю Вон отсюда, пока я твою машину не разнесла на кусочки Сопляк бесстыжий, чтобы ноги твоей в моем доме больше не было Никогда Почему я вечно попадаю в глупые истории с сумасшедшими старухами? Я не понимаю Окончательно вывел меня из терпения Господи, прости, но если что Я за себя не ручаюсь Мерзавец Лоренцо, Лоренцо, вечно с тобой проблемы Но я должен оставить тебе в компьютере этот подарочек Не хватало еще, чтобы меня во всем обвинил Алло Записал в компьютер, Далепава, что я сказал? Пишу Хорошо, все идет по плану Как только закончишь, уезжай Да Только сначала закончу одно неотложное дельце Да Я стану женой Бориса Он стал для меня тем, кем не смог стать ты Борис Борис был рядом, когда ты бросил меня из Стебен Он помог мне Поддержал меня, когда было нужно А ты Тебя не было со мной Борис Борис стал моим ангелом-хранителем Он человек добрый, преданный Он любит меня Это все то, чего ты не смог мне дать, Стебен Да Кто? Кто? Пропустите Борис КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 А я буду думать о своей Вот видишь, а ты устроила мне скандал Когда узнала, что я хочу быть человеком Для которого что-то значат С кем? С Каролиной? Каролине никто не нужен, кроме нее самой Ладно Займусь лучше работой Я помогу тебе Не думаю, что это разумно, Дана Степен Повторяю, господа из прокуратуры Должны попасть в этот кабинет Надеюсь, сеньор Даля Павло скоро придет Корхе, будь добр, открой кабинет В компьютере мы должны найти улики Да, но чтобы их вытащить, нужен специалист Ничего страшного, надо позвонить Шефу программистов Солукома Борису Да, думаю, никто лучше Него не разбирается в компьютерах Мне тоже так кажется Естественно, мне не нравилось Зависеть хоть в чем-то от Бориса Которому я совершенно не доверял Но в тот момент я не заподозрил Обмана, который он задумал с Ильичем Я был окружен тайными врагами И самое ужасное, что мне не оставалось Ничего другого, как довериться им Можно? Сеньор Гаррида, вы могли бы войти в компьютер Сеньора Даля Паве? Мог бы, только сначала хочу заявить Что делаю это первый раз Прежде о них, когда не пользовался Частной информацией для других людей Не беспокойтесь, вы не совершаете Ничего противозаконного Вы помогаете правосудию, работайте В таком случае начнем, пожалуйста Внимательно следите за моими движениями Очень важно, чтобы все мои действия были вам понятны Начали Я тебя носила, Винстон Дон Робби, доброе утро Доброе утро? Добрый вечер Ну да, конечно, вы правы Мне ужасно стыдно, но у меня случилась маленькая проблема Хорошо, хорошо, чтобы это было последний раз О чем речь? Естественно Ладно, и как вчера провели вечер с Ванессой? Думаю, отлично, да? Да? Как провели время-то? Да нет Выпили по коктейлю и поговорили о жизни Да уж Только не говори никому Естественно, могила Винстон, где моя машина? Пришлось оставить ее внизу Мне не позволили сюда подняться Пойдемте пешочком Здесь рядом пешочком А что, разучились ходить пешком? Тут совсем рядом Вот так сюрприз Роберт Тейлор и Ванесса встречались вчера вечером Этот гринго своего не упустит Прежде чем прижать его к стенке Я должна все проверить И перепроверить В случае чего не хочу выглядеть идиоткой Да, вчера я столкнулась с папочкой в холле гостиницы И мы выпили по коктейлю И только-то А что? Не переживай Правда, не знала, что он тебя интересует? Вот еще Он меня совсем не интересует Я знаю, что Роберт Тейлор жуткий бабник Поэтому хотела предупредить тебя Не надо меня ни о чем предупреждать Он такой милый Ванесса Ты моя лучшая подруга Мне ужасно не хотелось бы Чтобы Роберт Тейлор тебя обидел Вот и все Так ты за этим мне звонишь? Большое спасибо Не за что Просто не хочу быть перед тобой виноватой Пока Что тут происходит? Господа из прокуратуры считают, что Лоренцо замешан в машине А я им помогаю Лоренцо Доля Пава? Лоренцо Это невозможно Не могу представить, чтобы Лоренцо на это решился Это странно Мне тоже так кажется Ничего не получается Если не получается, мы изымаем компьютер Уверен, в прокуратуре найдутся специалисты, которые нам помогут Не надо, не надо, минуточку Кажется, получилось Что? Что это? Кажется, зашифрованная информация Надо ее расшифровать Странно, насколько мне известно Лоренцо Доля Пава не очень хорошо разбирается в компьютерах А тут речь идет о шифрованной информации И вяжется как-то Да Синьор Марин для меня тоже нович, что Лоренцо способен на такое Но, как говорится, внешность обманчива Мошенники очень хитры Прикидываются простачками, чтобы скрыть свои истинные таланты А это что такое? Интересно Очень интересно Вы только посмотрите Кажется, банковские счета Вот оно что Извините, придется выйти, мне звонят Надо обязательно проверить эти счета Вполне может быть, они имеют отношение к Солукому Марина Да Мне нужен телефонный справочник с Солукома Я не могу вам его дать Это нужно для расследования Вы хотите помочь? Конечно Вы очень любезны Я обязательно скажу об этом вашим начальникам Алло Ты где? Хожу в Солукома А что? Поездка в Австралию, которую ты планировал в будущем Должна состояться сегодня Что? Как это? Что случилось? У тебя в кабинете следователь из прокуратуры Почему, Россо? Ты же обещал помочь мне в обмен на ценную информацию Ты предал меня, подлец Что ты сделал? Если не хочешь продолжить истерику в тюрьме Советую убираться из города Так-то ты мне помогаешь Я плачу тебе любезностью за ценную информацию Которую ты мне предоставил Советую не брать такси Лучше уйти пешком незамеченным Тебя уже везде ищут Выходите, пожалуйста Что это с ним? Какая муха его укусила Никогда не поверю Что толстяк решил согнать вес утренними пробежками Если даже так, не сильно он похудел Наоборот, день ото дня он все толще и толще Вот и доказательство того, что сеньор Деля Пава Регулярно переводил средства со счета салукома на собственные Да, кажется, вы правы Причем делал это так хитро Что почти невозможно проследить за движением этих средств Удивительное мастерство В своем роде, конечно Можно считать доказанным, что Лоренцо Деля Пава виновен в мошенничестве? У вас еще есть сомнения? Да нет, просто никак не ожидал от него такого Бывает Кике, это Эстебен Марин Как только сеньор Лоренцо Деля Пава придет, задержите его Ни в коем случае нельзя позволить ему скрыться Это приказ Если получится, сеньор Марин, сообщите мне как можно больше информации о подозреваемом Мы объявим его в розыск Уверен, спрятаться ему не удастся Конечно Мой секретарь сообщит вам все, что нужно Сеньор Марин, кроме того, мне бы хотелось поблагодарить сеньора Гарридо и сеньора Россо за бесценную помощь Только благодаря им мы смогли разоблачить мошенника Только благодаря им Конечно Я им тоже признателен Отлично поработали Большое спасибо, сеньор Марин Молодец, Борис Спасибо, любимая Несмотря на все доказательства, что-то не нравилось мне в этой истории Лоренцо Деля Пава мошенник? Нет Это совсем на него не похоже Он слишком труслив и, может, я не прав, но у него совсем не было фантазии Все это никак не убеждало меня Я решил перепроверить все эти факты Что мне и удалось Самым неожиданным образом Пава Лоренцо Да Арестовать немедленно Эстебан, что случилось? Кто эти люди? Что значит арестовать Лоренцо Деля Пава? Это следователи прокуратуры Они только что обнаружили факты, доказывающие, что Лоренцо Деля Пава обворовывался луком Окей, отлично поработали, ребята Спасибо И я того же мнения Спасибо, Ильич Молодец Для меня большая честь услышать такие слова из ваших уст, мистер Тейлор Сеньор Горида нам тоже очень помог Только благодаря его высокому профессиональному уровню мы получили нужную информацию Большое спасибо Ну что вы, я просто выполнял долг Не скромничайте Сеньорита Вальбуэнна, поздравляю, вы выходите замуж за достойного человека Он честный труженик Все равно не верю, что Лоренцо Деля Пава предал фирму Он всем нам обязан И чем отплатил мерзавец? Главное, что все раскрылось вовремя Вы молодец, детектив Спасибо, спасибо, мистер Тейлор Не за что Извини, дорогая Я люблю тебя Приятно вспомнить Я был не просто победителем Это был мой триумф Эстебен Марин ничтожество Я придумал, как разориться луком И никто меня ни в чем не заподозрил Более того, в глазах ее руководителей я был тем, кто поймал вора Как я наслаждался Несказанное удовольствие Единственное Оставалось решить одно дельце с сеньором Россо Входите, сеньор Россо Я вас ждал Входите Входите Очень хорошо Что вы пришли Сеньор Россо Потрудитесь Объяснить Что происходит На самом деле Так вы решили отблагодарить меня за то, что сделал вас героем? Если вы волнуетесь, что Лоренцо Даля Пава заговорит, уверяю вас, это ему не удастся Он сейчас думает только о том, где самому спрятаться Очень хорошо, сеньор Россо Замечательно Но я хотел бы поговорить с вами не об этом Есть другая тема, о которой вы умолчали, напарник Что это? Что это, по-вашему? Ничего Ничего Неправда Это документы, которые вы передали Эстебену Марину относительно Хеновеве Руиз Так вот, ответьте мне, сеньор Россо, на один вопрос Вы На чьей стороне? Что вы задумали? Что все это значит? Эстебен, что с тобой? Я думала, ты будешь счастлив, когда узнаешь, кто преступник Конечно, приятного мало узнать Что им оказался Лоренцо Но главное, что все выяснилось И теперь фирма начнет быстро развиваться Не знаю Что-то тут не так, Галорио Что именно? Подожди Тут кто-то был Пакет пропал Тогда я окончательно понял, что вокруг происходило что-то странное В пропавшем пакете была информация о бывшей невесте Борису Гориду Я никак не мог понять, как кому-то стало известно о пакете Только что переданном мне детективам Одно было очевидно За мной следили Слава Богу Мне очень быстро удалось выяснить, кто это был Фильм озвучен по заказу Зоун Медиа Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова